БЕЛЫЕ СНЕЖИНКИ Вы начнете смотреть 141 серию моего увлекательнейшего и уже долгожданного вами постапокалиптического сериала, основанного на нереальных событиях под названием «Азыв Живания 2.0». И ты меня же спросишь, а почему минут через 40? Но мы же продолжим читать рассказ Вячеслава Кондратьева «Привет с фронта», понимаешь? Поэтому я могу зачитаться, так что извини, если что-то не так. Значит, смотри, дней рождения поэтов сегодня не обнаружил я, хоть и искал, но зато все равно есть о чем вам сказать. Значит, Ольга Федоровна Берггольц с двумя ГГ пишется. Она хоть и родилась 16 мая 1910 года, и ты мне скажешь, ну и что, сегодня же 13 ноября, да. 13 ноября она как раз таки, к сожалению, умерла. 13 ноября 1975 года. Значит, Ольга Федоровна Берггольц, у него сегодня день смерти, день памяти, поэтому я вам коротенькое стихотворение прочту. Она у нас русская советская поэтесса, прозаик и драматург, писательница, военный журналист, автор крылатой строки, ставшей лозунгом, высеченным на мемориальной стене Пискаревского кладбища, где похоронены многие жертвы Ленинградской блокады. Строки такие, никто не забыт, ничто не забыто. Почетный гражданин Санкт-Петербурга в 1994 году посмертно была, им, значит, она назначена, в августе 1941 года 30-летняя Берггольц устроилась на работу журналистом на Ленинградском радио, стала читать стихотворные сводки и поэмы по репродукторам. Жила в Ленинграде на улице Рубинштейна, дома 7. Итак, коротенькое стихотворение. Стихотворение называется в Сталинграде. Здесь даже давний пепел так горяч, что, Аполит, вдохни, припомни, тронь лим, но ты, ступая, по нему не плачь и перед пеплом будущим не дрогни. Какое интересное и хорошее стихотворение, да? Как будто бы знала, что много у нас еще впереди пепла этого горячего будет. Умная женщина. Так, кстати, совсем забыл, у нас же азы-то выживание выходят только сейчас, вдруг я это понял. Они же у нас выходят в формате премьера, так что это не стрим, это премьера. Ну, а я не буду что-то такое объяснять. Это уже традиция, так сказать, так что. Но это не стрим. На твои вопросы я не отвечу. Так, все. С Ольгой Бергольца, с ее стихотворным творчеством на этом достаточно. Этих четырех строк нам, я вам так скажу, за глаза. По случаю этого пепла будущего, который наступил, уже хочется передать привет нашим бойцам, которые в зоне проведения специальной военной операции. Как раз таки защищают нас от того, чтобы все мы тут пеплом не стали, этим будущим и прошлым. Так что я им желаю удачи. Работайте, братья. Бейте фашистских гадов, недобитых, к сожалению, нашими дедами и прадедами в 41-45-м. Ну, хотя тут вины наших дедов нет. Это суки-пиндосы их поспасли и увезли в Канаду. И там прочие аргентины куда они еще отвезли. Деды-то наши свою работу и прадеды выполнили, как положено. Так же, как ее сейчас выполняют наши братья на фронтах специальной военной операции. И по этому случаю еще вот злой Серго, мой приветик постоянный, теперешний, у него позывной Бур. Антохи, Антоном, у него позывной Лютый. Это два бойца, которые сейчас в Воронеже, в спецгоспитале, будем его так называть, проходят лечение после ранения. Значит, они у нас на Купянском направлении работали в мотострелках, были ранены. Сейчас на излечении находятся. В общем, я им желаю скорейшего восстановления постановки на ноги. Ну и, как я уже говорил, даст Бог, свидимся. Так, ну а теперь продолжим читать рассказ Вячеслава Кондратьева, который называется «Привет с фронта». Ты чуть, ты чуть не забыл. ВВК сегодня заходил, и там мне пишут, что у Андрея Пивоварова день рождения. Ну, человек с таким, да с таким ником, так сказать, я знаю. На Ютубе он так же вроде значится. Вот. Поэтому поздравляю тебя, Андрей, с днем рождения. Желаю тебе здоровья. Ну, наверное, у тебя правильно день рождения ВК указан. Вот у кого у вас совпадают ники с Ютубом и ВВК, кто у меня в друзьях есть, и кто ко мне на Ютуб ходит, мне же пишут ВК, что день рождения, тех я поздравляю. А иногда бывает, что на Ютубе ник один, а ВВК другой. Тут уж извините, я сориентироваться не могу. Так что, Андрей, будь здоров. Всего тебе наилучшего желаю. Так, значит, Вячеслав Кондратьев, привет с фронтом. Там, знаешь, офицер, лейтенант, ну или младший лейтенант, ну, в общем, по-моему, лейтенант, начал писать медсестре, лечился в госпитале, уехал, там в госпитале с ней не решился заговорить, уехал и потом уже с фронта начал ей писать письма. И вот мы это читаем. Ну, вы можете предыдущество 40-й серии найти, начало, а сейчас продолжение. Я вам только один абзац, абзац, цик, захвачу, абзацчик. А как абзац, цик, абзац, абзацчик, абзац, абзацчик. А, вот так, абзац, чик, вот и ёпперный театр. Как будто кто-то, как будто кто-то обделался, абзацчик. Или чихнул. Абзацчик. Ох, тебе ближе бы что-нибудь, да. Все, значит, считаем. Вячеслав Кондратьев, привет с фронта. Ранбольные. Так мы называли наших подопечных. Вначале мы звали их просто больными, как принято в болицах, но они запротестовали. Мы не больные, мы раненые. Мы не просто какую болезнь подхватили, а кровь на фронте пролили за родину. Совсем это другое дело. Вот и получилось такое нелепое слово. Ранбольное. Но так мы называли только что прибывших, пока не знали их имен и фамилии. А потом звали их, конечно, по именам, реже по фаимилям, а еще реже по именам отчествам. Потому что большинство было наших одногодков. Вась, Петь, Андрюш, Сашек и так далее. Итак, я утерла слезы, встряхнулась и направилась по палатам делать свои обычные дела. Теперь-то они стали обычными, а в первые дни... Бог ты мой, как все было трудно, потому что не умели мы ничего. Я уж не говорю о перевязках, об уколах, внутривенных вливаниях. Простую клизму не умели поставить. И не умели, и смущались, и смущали раненых. А нести 10 тарелок супа на одном подносе. Этому тоже надо было научиться. Один раз я грохнула поднос. Супа, конечно, на кухне налили еще. А за тарелки мне пришлось платить. Иронбольные собирали мне по рублику, понимая, что моей зарплате стоимость тарелок нанесет неимоверный урон. Но ревела я, когда это получилось, не за денег. Мне было жалко супа. Да-да, супа. Сегодня вечером предстоит какой-то концерт у нас. И разумеется, после него, как обычно, танцы. И мы все, и сестры больные, находимся по этому поводу в приподнятом настроении. Предвкушая музыку, кружение в вальсе с тем, кто нам немного нравится, или с тем, в кого мы немножко влюблены. Сейчас трудно представить, как после 12-часового дежурства мы работали с 8 до 8. После таскания тяжелораненых на носилках каталог не было. На процедуры, после перевязки, после кормления, ношения уток и судина, еще порой и мытья полов в палатах и кабинетах. Как можно после всего этого думать и мечтать о танцах? Но мы мечтали. Ждали этих вечеров с трепетом, с замиранием сердца, хотя прекрасно знали, что доберемся домой только около 12. Опять не выспимся, опять полусонные, побежим всеми утра к трамвайным остановкам. Еле-еле пристроимся на подножку и будем висеть на своих тоненьких, девичьих руках несколько остановок, пока нас не втиснут в вагон. А ведь опаздывать было нельзя. Ни на минуту. Но все равно мы ждали этих вечеров, этих танцев, потому что другой жизни вне госпиталя у нас просто не было. В 7 утра мы убегали уже из дому. Около 10 возвращались только для того, чтобы наскоро перекусить и добрести до постели. А когда были суточные дежурства, то на отдых тоже были только сутки. Кое-как поспишь, кое-что постираешь, погладишь, сбегаешь в магазин отоварить несколько талонов по карточкам, и уже близится время бежать на работу. Да, вся жизнь проходила у нас там, в госпитальных стенах. Мы настолько привыкли к своим белым халатам и косынкам, что, снимая их, ощущали даже какое-то неудобство. Разумеется, танцевали тоже в халатах, и наши партнеры тоже были, увы, в халатах, если они были рядовыми, и из-под этих халатов белели кальсоны с какими-то невообразимо длинными тесемками, которые всегда почему-то развязывались в самый разгар танцев. Офицеры, правда, были в пижамах, тоже не отличавшихся элегантностью, как правило, стиранных-перестиранных, плохо отутюженных. Но все это никому не мешало наслаждаться танцами, разговорами друг с другом, обмениваться красноречивыми взглядами. Для наших жиранбольных госпиталь был вообще почти домом. У некоторых война уже отняла настоящий дом. У прибалтийцев, у украинцев, у белорусов, и госпиталь особенно. Эти вечера с танцами были для них какой-то частицей той будущей мирной жизни, которая наступит для них рано или поздно. Наступит обязательно, когда они уже не в халатах и пижамах, а в нормальной штатской одежде будут танцевать с девушками на какой-то танцплощадке у себя в городе или селе. Они писали нам прямо на госпиталь. Писали часто и помногу, особенно те, кому некуда было писать. Благодаря этому мы все были в курсе переписок своих подруг, и приход почты всегда был событием. Маша, тебе опять письмо! Ой, девочки, а мне нет! Сперва письма прочитывались в одиночку. А потом, особенно если в письме было что-нибудь смешное, они шли по кругу. Смех, возбужденные разговоры, обсуждения. Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка! Ваше последнее письмо меня очень тронуло. Сочувствуем к моему горю. Благодарю за него. Здесь, на передовой, так приятно знать, что где-то в Москве есть человек, с которым можно поделиться всем, который поймет и, надеюсь, никогда не осудит. Нина! Я с таким страхом посылал первое письмо. Я почти был уверен, что вы мне не ответите. А теперь думаю, как я мог сомневаться. Вы такая хорошая. Я часто вспоминаю госпиталь. Как там было хорошо, весело. Правда, очень жаль, что мне никогда не удавалось, когда было кино, найти место около вас. Вы всегда приходили в окружение ребят. Вы все-таки, по-моему, были немного воображалой. Очень любили показать свое остроумие и свою начитанность. Но один раз я прислушался к одному вашему разговору с кем-то. И вы были неправы. Вы спутали американского писателя с английским, хотя и спорили с большим опломбом. Вы, конечно, много читали, но, наверное, очень бессистемно. И схватывая все на ходу, не очень-то углублялись в суть. Но это естественно для вашего возраста. Да и для девушек вообще. Я фыркнула, словно кошку, которую погладили против шерсти. Состроила гримасу, показала язык. Потом потерла лоб рукой, что выражало у меня крайнюю степень озабоченности и недоумения. И надулась. Тоже мне умник. Это я-то не углубляюсь в суть. Да что он понимает во мне, этот ведерников. Всегда и все были в восторге от блеска моего ума. Тем самым постоянно подтверждаю мое собственное высокое мнение о нем. Ну, я ему сейчас покажу. В смысле, высокое мнение о нем, это я от себя добавляю. В смысле, от ума. Она про свой ум, она про нем, о ее уме. Я побежала в процедурку. Достала лист бумаги и начала стращить ему ответ. Я вообще была с кора на ответы. Остроумные реплики вылетали у меня без всякого напряжения с моей стороны. И моего язычка побаивались не только мои подружки, но даже и старшая сестра, которая тоже в карман за словами не лезла. Тем более, что кончила филологический факультет и воображала из себя невестичтон. Но в моей обойме всегда оказывались словечки похлестчат. И выдавала я их на секунду побыстрее, чем она. Начала я, разумеется, с иронической благодарности лейтенанту Ведерникову за то, что он взялся... За то, что... Взялся он учить меня убогую уму разуму. Правда, видимо, по причине своей необыкновенной тупости я как-то не заметила в его письмах особого блеска интеллекта и потом немного удивлена, что он взялся за такое неблагодарное дело. Так как, сколько бы он ни бился, вряд ли я смогу углубиться в суть, ведь женский ум короток, а волос длинен и так далее, и тому подобное. Вылив в своем очень остроумном, на собственный взгляд, письме свое раздражение, я опять потерла свой лоб и задумалась, лоб бэм, и задумалась, через некоторое время перечитала свой шедевр и... разорвала. Если от своей внешности я не была восхищением, то мой ум не вызывал у меня никаких сомнений. Им я была довольна, и всякие усомнения в его значительности со стороны других приводили меня в бешенство. Но все-таки какие-то крупинки самокритики где-то находились, правда, в небольшом количестве. Поэтому даже такие осторожные и застенчивые замечания Ведерникова ввергли меня, если не в бездну отчаяния, то во всяком случае в очень неприятное размышление о своей возможной поверхностности. Я с горечью вспомнила, как в школьном драм-кружке мне поручали всегда роли комические. Вставка. Сань, сань, там комические. Комические, несмотря на то, что в душе я всегда была актрисой трагической. Неужели у меня смешная внешность? А раз так, значит, мой интеллект не нашел выражения в моей физиономии. Значит, он вещь в себе. Может, тут весь в себе? Может, там, печатков? Значит, он вещь в себе. Ладно, хорошо, написано так. Пришлось опять обратиться к зеркалу. И я уж какой миллионный раз стала разглядывать свое лицо. Да, даже о глазах нельзя сказать, как пишется в книгах, что ее глаза светились умом. Нет, ничего не светилось! А челка, господи, совсем детская, нелепая челка, закрывающая начиство мое высокое чело! Может, именно от нее у меня такой глупый вид? Но я так к ней привыкла, что, убирая ее, иногда чувствовала себя словно раздетой. В общем, я вышла из процедурки, расстроенная и потерявшая в чем-то свою пылую уверенность в неотразимости своего ума. Немного озлобленная на Ведерниковой, и решила остаться сегодня вечером на танце, чтобы рассеяться, проверить свои чары и обрести душевное равновесие. Ничего, что ты пришел усталый, и виски покрыты сединой, пел женский голос, когда я входила в наш зал, а несколько пар уже танцевали. Я остановилась у дверей, приняла независимый вид и небрежную позу. Губы сложились в еле заметную, загадочную улыбку. И стала ждать приглашений. Ждала я недолго. Ко мне подошел высокий, интересный эстонец, и мы пошли танцевать. Надо сказать, что ранбольные эстонцы и вообще прибалтийцы пользовались у наших девочек большим успехом. Были они все рослые, какие-то аккуратные, всегда чисто побритые и очень-очень вежливые. Нравился нам их акцент, совсем как иностранцы. Танцевать я любила до умопомрачения. Танец меня так захватывал, что я находилась будто в экстазе. Не знаю, какое у меня было выражение лица, но предполагаю, что не очень умные. Эстонец танцевал хорошо и очень целомудренно, держась от меня на почтительном расстоянии. Мне это нравилось. Я терпеть не могла, когда меня сжимали. Сразу начинала прорываться. Поэтому я согласилась и на второй танец. К концу вечера эстонец мне определенно понравился. Особенно тем, что провожая меня к выходу из госпиталя, не сделал попытки ни приобнять меня, ни поцеловать, а очень скромно, но горячо пожал мне руку и поблагодарил за доставленное удовольствие. Было в них при Балтийцах что-то старомодное, как мне тогда казалось. Потом-то я поняла, что это была просто настоящая воспитанность, которой, увы, не особо отличались наши русские ребята. Письмо Ведерникову я не написала ни в тот вечер, ни в следующие дни. Пусть маленько помучается. Но не было писем и от него. Прошла неделя, когда приносили почту. Я неслась, сломя голову на второй этаж, где ее раздавали. Но письма мне... Но письма мне все не было. И не было. И вот, возвращаясь в свое отделение, расстроенной, поникшей, я столкнулась на лестнице с Артуром. Так звали эстонцев. Ниночка, что с вами? Спросил он. Нет писем, ответил я кратко. О, понимаю, и давно не пишет. Целую неделю. Ну, это как у вас говорится, ничего? Улыбнулся он. Он писал почти каждый день. А кто он, если не секрет, Ниночка? Баааа, вспомнил я. Он ведь лежал в нашем отделении. Ведерник в Юру, вы его знаете. А, Юра, очень хорошо знаю. Какой он? Как какой? Удивился Артур. Вы получаете от него письма и не знаете какой он? Ага. Как же это так? Ну, так получилось. Мы не были знакомы, когда он лежал. А потом он написал. Очень странный случай. Покачал головой. Артур улыбаясь. Так какой он? Из себя-то хоть? Спросил я. Он очень хороший. Как это говорится? Парень. Ага. Только он очень молодой, по-моему. Ему уже 20. А, я думал, еще меньше. Очень жаль, Ниночка, очень. Что вам жаль? Я хотел поухаживать за вами, но теперь не могу. Юра вам пишет, он на фронте. Вы не беспокойтесь, Ниночка. Не делай-то ничего. Мало ли, что почта задержала. Или перебросли их на другой участок? Это бывает. Артур повернулся и отошел от меня. Меня тронуло благородство эстонца, но стало и чуточку обиданно. Значит, не очень-то я ему нравлюсь, раз он так легко отказался от меня. А с другой стороны, тот, что Артур признал этим какое-то право ведернику на меня, несмотря на очень странный случай, как-то уверило меня в том, что наши отношения с ведерником серьезные, раз их признают другие. В этот же вечер я настрочила большущие письмо и было в нем уже искреннее беспокойство его молчанием, но было много и глупостей. Письма я писала всегда сходу, не очень-то задумываясь, слова вылетали из меня, как в воздух из проткнутого иголкой воздушного шара... шарика. Обыкновенные события окрашивались в разнообразные тона, смотря по настроению. Либо в юмористические сань-сань, либо в трагические. Так почему-то довольно комический случай, произошедший недавно в письме к ведернику, превратился в огромную неприятность, которую мне пришлось испытать. А случилось вот что. Однажды, в ночное дежурство, чтобы разогнать сон, я вышла в наш холл и перед большим трюмо начала разучивать па, как кога-то бального танца. Делала я это самозабвенно, напевая мотив и воображая, что я кружусь в танце с кем-то. Нет, это был не Юра ведерников, не Артур, а кто-то необыкновенный, которого я пока не знала, но который обязательно войдет в мою жизнь и, разумеется, навсегда. Выражение моего лица в тот момент можно себе представить. И вот, в самую потрясающую минуту, когда мы окончили танец и я царственно небрежным движением протягивала ему свою руку, которую он должен был поцеловать, раздался саркастический смех. У меня упало сердце, кровь бросилась в лицо, я убернулась и, господи, напротив меня стояла наша старшая сестра и, держась за живот, хохотала. Сволочь от себя добавил. Тут сволочи нету. Но так как смеяться весело, добродушно она не умела, то смех ее был противный, скрипучий, а глаза злые. Это как? Вот так вот? Наверное, так как-то. О, Нин, к своем репертуаре, какого принца ты воображала, спросила она, перестав смеяться, но кривясь в уничтожающей ухмылке. В первый раз в жизни я не нашлась, что ответить этой 27-77-летней старой деве, которая сама уже не способна ни на какие чувства и, выскочив из холла, понеслась по коридору, но как только я набрала хорошую спринтерскую скорость, так сходу сшмякнулась во что-то мягкое, пружинистое, которое отбросило меня назад. Я подняла глаза и, о, ужас! Передо мной стоял, пошатываясь, наш главврач, в живот которого я и угодила. Я метнулась в сторону и, обойдя его справа, рванула вперед. На другой день, конечно, весь госпиталь знал о происшествии и, завидев меня, все встречные и поперечные давились смехом. А так как мое хорошо развитое чувство юмора не всегда распространялось на мою собственную персону и часто покидало меня в такие моменты, то я страшно переживала. Но прошло несколько дней, и я оправилась от конфузы, уже не обращала внимания на усмешки и довольно едкие подковырки нашей старшей, тем более, что мне все же удалось изглопчиться и сделать блестящий, почти смертельный выпад, правда, не очень красивый. Но на войне как на войне. Странно вообще-то, странно вообще-то я почти всем нравлюсь. Я весело, общительно, боятельно, чего скромничать, но есть какая-то категория особа, женского пола, который меня органически не выносит. Наша Алка, старшая сестра, как раз к ней относится. Прошла еще неделя, а писем от Ведерникова все не было. Я не на шутку волновалась, а так как все мои переживания отпечатались на моей физиономии, один к одному, то мне стали выражать сочувствие мои подружки и ранбольные. Не один раз заходил Артур в наше отделение, справляясь, не получила ли я письма, я отвечала печальным голосом, что все еще нет и в моих глазах стояла Вельш... Вельтшмерц! Он покачивал по своему обыкновению головой и успокаивал у меня всевозможными предположениями, которые могли служить причинами молчания Ведерникова. Эээ, гляну я, что такое Вельшмерц, это мировая боль, мировая скорбь, это немецкий Вельшмерц, вот так примерно. Так, продолжаем. Я не совсем так представляла себе ту большую несчастную любовь, которая обязательно должна прийти ко мне, но несомненным было уже то, что я несчастна, так как не получаю писем от него. Правда, я почему-то не думала, что с Ведерником что-нибудь случилось, несмотря на то, что война являлась к нам каждый день, с каждой партией вновь прибывших раненых, мы все же реально, по-настоящему, как-то ее не представляли. И отчасти потому, что письма ребят, уехавших после госпиталя на фронт, были всегда какие-то легкие, даже веселые. Они не писали нам правды. И потому молчание Ведерникова не связывалось пока у меня с предчувствием о его ранении или гибели, а скорее с тем, что он увлекся какой-нибудь связистской штаба, о которых он писал и забыл меня. А это право было бы очень обидно. Впервые отнесся ко мне человек серьезно, называл на вы, мечтал поцеловать руку мне, и вдруг, неужели я все еще такая девчонка, что мне нужно относиться, что ко мне нужно относиться только с эдакой шутливой ласковостью, как ко мне все относятся. Ниночка, сестреночка, будто я совсем маленькая, похлопают по мордашке, вот и вся ласка. Ой, как хочется мне быть немного постарше, ну хотя бы на два годика, а то все девятнадцать, девятнадцать, и тянется это целую вечность. И вдруг, привет с фронта, здравствуйте, Нина. Простите, что долго не писал. Нас перебросили на другой участок, был длительный марш, в котором было трудно выбрать время для писем. В связи с этим и я от вас ничего не получил, и получу, наверное, не скоро. В первые дни на новом месте было много работы, копали землю, но я думал все, но я думал о вас все время. Когда мы стояли недалеко от передовой, приезжала к нам кинопередвижка, и крутила нам старый фильм «Тайга золотая». А через несколько дней развлекли нас настоящие артисты. Ну, может, не очень настоящие, но все-таки пропели «Катюшу» в «Землянке» и какую-то глупую песенку про поваров и уехали. Мы остались не очень довольными, хотелось бы что-нибудь более серьезного, но правда, с удовольствием посмотрели на артисток в длинных концертных платьях. Хотя было это и странно. Мне уже кажется, что Москва, госпиталь были уже очень давно, а вот вы будто только вчера расстался. Как вы живете? Ходите ли вы на танцы, в кино? Откровенно говоря, я очень боюсь, что вам кто-нибудь понравится, и вы перестанете мне писать. Давайте договоримся, что несмотря ни на что, вы все равно будете присылать мне письма. Я так уже привык к ним, что без них мне будет очень трудно. Договорились? Вы, конечно, читали гранатовый браслет Куприна. Так вот, мне хочется в конце каждого своего письма писать то, что писал Желтков. Вы помните, что он писал? Разумеется, помните, но мне неудобно, что я не нашел своих слов и повторяю чужие, поэтому не пишу их, но честное слово, они выражают мои чувства к вам. Конечно, я помнил эти слова. Да светится имя твое. Бог ты мой, неужели я способен внушить такие чувства? Я даже немного обалдела. Я долго стояла в углу коридора, не двигаясь, прижимая письмо, сжимая письмо в руке, и от него по ней струилось вверх к моему сердцу что-то горячее, разлившееся потом по всему телу. Неужели у меня настоящая любовь? Самая-самая настоящая! На свой пятый этаж я поднималась по лестнице, не бегом, как обычно, а медленно, осторожно, словно боясь расплескать то, что находилось у меня в душе, а все встречные, удивляясь моей величавой неспешности и значительности на моем лице, разумеется, сразу догадывались о причине этого и спрашивали. Получила письмо? Не ног! И, не дожидаясь моего ответа, добавляли, конечно, получила! По мордахе видно! Какое несчастье! Я совершенно не могу управлять своим лицом! Я словно открытая книга! И потому у меня не может быть никаких тайн! Все наружу! И что мне делать? Мне так хочется, чтобы у меня была тайна! Видно, не надо было рассказывать девчонкам о письмах Ведерникова, но я-то рассказала как курьез, лежал парень, лежал чуть ли не три месяца, словом не обмолвался, а потом вдруг накатал почти любовное письмо! Смешно же! Вот и разболтала ради смеха! А сейчас жалею! Сейчас захотелось, чтобы ни одна душа не знала об этих письмах! Чтобы было это только мое! Может, написать ему свой адрес и попросить писать на квартиру? Но там, мать! Начнутся расспросы! Не знаю, что делать! Ну, пока-то все знали про мою переписку! И однажды подошла ко мне Клавка! Вальяжная такая сестра! Очень красивая, на мой взгляд, с такой умопомрачительной походкой от бедра! Это я от себя добавил! Шторон больные любого возраста открывали рты и, замерев, провожали ее долгими взглядами, а лица у них становились совсем идиотскими! и спросила меня как всегда лениво цыдя слова «Тебя что, серьезно с этим лентинантиком?» «Ага!» — очень ответила я. Клавка снисходительно улыбнулась «Послушай меня, девочка! Ты совсем цыпленок, а поэтому слушай, что я тебе скажу. Знаешь, как проверить, серьезно он к тебе относится или просто со скуки и пишет». Вот сучара же для тебя добавляет. «Не знаю, скажи, заинтересовалась я». И вот на этом очень интересном моменте мы с вами закончим, потому что страница машинописанного текста закончилась у меня, интернет машинописанного, и чтобы мне потом проще было найти, это один, два, еще у нас три, четыре, пять, еще у нас три страницы машинописанного текста, но пятый может быть неполный, а может быть там только самое начало, но точно есть две, да, поэтому на этом мы с вами закончим, вот, ну и в следующей серии, конечно же, мы продолжим читать этот очень интересный рассказ Вячеслава Кондратьева, который называется «Привет с фронта», но я, в свою очередь, в очередной раз шлю свой привет на фронт, это не стрим, это премьера, я так зачитал, что даже забыл вам сказать, шлю свой привет на фронт нашим отважным бойцам, желаем удачи, вот, желаем, чтобы у них было все хорошо, чтобы они выполнили поставленную или иную задачу, разбили фашистских гадов и вернулись домой, к своим родным и близким, выражаем свое огромное спасибо за то, что защищают они меня и всех нас от этой нацистско-фашистской сатанинской гадины, которая опять разрослась в некогда прекрасной стране или стороне Украине, мы не с украинцами воюем и не с Украиной там, мы с отремьем фашистским воюем, вы это, пожалуйста, поймите и зарубите на своих, возможно, распрекрасных носах, работайте, братья, враг будет разбит, победа будет за нами, храни вас Богом, ну, а я зову Атсоном, вот, и мы продолжим, да, Сергей Валерьевич, сегодня вступление, кстати, не очень большое, так, мы продолжим, так, загрузит, так, спички нас, это не то, спички, ой, то есть, самый правильный сталкер я вам уже записал, он сейчас загружается на ютуб, да, так, ничего я не забыл, да вроде так, ничего, так, ну что ж, а за выживание 2.0, Ватсон, заводи драндулет, уху, завел, 141 серию, поехали, так, как ни странно, это что такое, ну я тут тоже нахожусь в аэродроме, в аэродроме, и в аэродроме, ну тут правда прожит, и тут незваный гость, тут прожито 693 дня, и тут у нас Остридина Евлампевна, Харджан Якидзе, собственной персоной, о, видишь, вот она, она, опа, всем стоять, работает Остридина Евлампевна, так, ладно, в общем, серия у меня, серия давно была предыдущая, серия подписана тем, что надо сходить у волчика залутать, да, там у нас тоже сдох волчика напротив, ну ты понимаешь, все как под кальку, вот, а сколько у меня вообще стрел, и написано, что надо мне идти, куда, потом в ангар, да, подписано, что потом надо идти в ангар, так, ничего, сейчас я закончу ремонт детской кровати, я уже Павушкину отремонтировал, сошлепчику отремонтирую, просто я сейчас запишу это видео, побыстренько его смонтирую, побегу уже, побегу уже, сам понимаешь, куда, на свою бывшую работу, ну, так сказать, в то место, где я раньше работал, в мастерскую, по ремонту мебели, ну, там не мастерская, там старый бабкин дом, а вот, ну, это у меня была мастерская, да и есть, и там немножко починю мебель, но мне осталось немного, но из-за того, что я вам видосы записываю, и бегаю, я двигаюсь медленно, нет, я не жалуюсь, я поясняю, как кажется, диспозицию, нормально все, я потихоньку, спешить мне некуда, волк где-то был тут, или там, или нет, это у меня, насталкер у меня здесь валяется, вот у Редуилыч, а тут он, по-моему, где-то вот тут лежит, не в смысле, что, нормально все, но потихоньку, ну, не знаю, еще денька 3-4, это продлится, да, вот он, волк, зарытый, так, ни хрена он зарылся, так, ага, ага, и биться, сердце перестало, да где-то есть-то, а я с него ничего не брал, да, ага, мандарины, давно не пели песню, в магазине купил мандарины, мандарины, как вкусные были те мандарины, так, а у меня есть что вообще пожрать, не знаю, не знаю, I don't know, ты don't know, да, ты don't know, шелтер говорит, так, бульон, бульон, дама бубен, варила бульон, и жарила 10 котлет, ладно, сейчас мы тут поспим, и попрем уже, я вообще от сюда собирался уходить, но в принципе можно уходить, я тут еще поизучаю тогда на сталкере это место, я вроде здесь уже везде был, все собрал, балаклаву нашел, а куда нам идти, а хрен узнает куда вам идти, эй, та иди уже куда-нибудь, так, та иди уже куда-нибудь, да, значит, ну привет вам, товарищи зрители стрима, кто еще остался, или кто присоединился, привет, значит, нашей Жанне, нежной фиялки, привет Ольге, привет Шуримури, привет Васе, и ее королевешне Оливке, привет Александре, Эммы, которые вконтакте меня смотрят, привет, значит, Диане, привет, 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 так, привет, что-то я забыл, потерялся, да, ну бывает, что-то я хотел сказать, а, Виолетте Александровне, вот, ты дочку вспоминал Дианой, не мог вспомнить, вспомнил, не мог с первого раза вспомнить, привет, Киаш, и его, значит, супруге Олеге, так, значит, мясо-то приволок, да и мясо-то приволок, но оно сырое, а сырое нам есть нельзя, а спички мне пока тратить неохота, значит, пока, пока будем есть бульон, дама бульон, варила бульон, так, привет, Леди Фокс, вот, Людмиле, привет, Любови, ну, в общем, я сейчас всех, конечно, вас не вспомню, поэтому вы не расстраивайтесь, девушки, кого я не смог вспомнить, вы мне сами привет передавайте, чтобы я лучше, чтобы я лучше вас, это, как сказать, держал в памяти, комментарии, комментарии пишите, не в чат, в чат-то это чё, потом, под видео, чат-то я читать не буду, мне некогда будет, я вообще не знаю, где я буду в то время, как, вообще, я даже не знаю, как мне быть-то, стрим запланировать, наверное, его надо запланировать, да, а вечером у нас будет, ой, то есть не стрим, а премьеру, а вечером у нас будет, этот, как его там зовут, с Леонидом Владимировичем и Валером Валеричем будем играть, блин, когда я всё успею, когда я всё успею, не знаю, Так. Как говорится, дали пистолет. Крутись как хочешь, да? Угу. Угу. Так, ладно, это всё фигня. Думаешь? Да, думаешь. Думаешь? Так, значит, жрём бульон, да? Ну, жрём. Тем более, таскать его тоже. Нафиг бы он. Нафиг бы он был нужен. Этот бульон. Ты-ты-чик. Так, ну спать-то рано. Рано, Гриш, да? Так, спать ему, понимаешь ли, рано. Ага, давай Баллическую Клаву. Сань, Сань, там Баллический. Скоро ещё тётя Циля будет, да? Как у нас Ольга совершенно верно подметила. Была тётя Клава, а скоро у нас появится тётя Циля. Будет нам телеграмм и слайд, что скоро приедет. Кто такая тётя Циля? Ну, сынга. Циня Циля. Цигель, Цигель. Так, погоди. А, хотел сказать, а что у меня носки только одни? Вот мне же другие. Ой, кстати, их надо, их надо започинить. Ну, здесь тепловой бонус-то нормальный. Но, правда, здесь и морозы тоже нешуточные, да? На незваном-то госте. На незваном-то ха-ха-ха-сте. А на чужой планете. Так. В общем, поспать и валить отсюда. Но если с утра будет солнце, то тогда я зажгу кусты ого. И подготовлю себе немножко. Ну, это пока не солнце. Ну, это да. Это вообще не солнце. Приготовлю себе немножко мяска. А вот эти шкурки, которые здесь валяются, это, наверное, ещё с прошлого раза, да? Ой, погоди. А тут же есть и окунь. Не признал богатым будет товарищ окунь. А я тут хлещу, понимаешь ли, бульон. Ну, и правильно, что хлещишь. Носить меньше с собой будешь. Так, это я окунь сюда ещё привалу. Не заметил. Так, это недавно укокошенный кролик, я так понимаю. Это давно укокошенный. Это недавно укокошенный. Это давно укокошенный. Недавно, давно, давно, недавно. Так, там солнце появляется. Солнце появляется. Появляется. Ну, поспать и убегать. И быть убегангстером, пока... Пока ай-яй-яй не началось. Хорошо. Сейчас поспим, будем. Убегангстером. Что по погоде? Так, рыбу берёшь? Да не, я думаю её здесь оставить. Пусть она тут лежит. Так, будешь это брать? Не, у меня там, насколько я помню, до жопы, извиняюсь за выражение, этих кроликов валяется. У меня их там просто капец сколько. Так, значит, не судьба. Не, не судьба. Ну, всё тогда. Тогда пусть шай тут всё лежит. Ну, пойдём. Так, а чё? Тум-ми-ма-ми-ту-ма-ма-ман. Не, не, в ту-ту-ма-ма-ман. Я не хочу в ту-ма-ман. Я не хочу в ту-ма-ман. Давай, видимость, как-то подкорректируем. Не корректируется. Хорошо. Хорошо. Сейчас начнётся эта электрическая хренатень. Ты глянь, что делается. Ничего не видно. Вот это... Хрупкая пещера. Хрупкие кролики. Просто я сейчас пойду. Да, блин, не могу я в такую погоду идти. Я же не увижу ничего. Я же там сейчас заблудюсь. Ты не ходи. Не ходи с ними, Паша! Не пойду. Не пойду. А мне всё равно нихрена не видно, когда я время мотаю. Насколько там погода, так сказать. Светлая. Ну, хотя нет, должно... О, вот... Ну, вот видно, что... Да, это туман электрический, Шурик. Похоже, всё-таки ты будешь есть. То есть всё-таки будешь есть этого сига. А это вообще сиг, тут и жрать-то нечего. Вот и я о том же. Вот тебе и грёбаный туман электрический. Ну и правильно, что не пошёл. Сейчас попал бы в туман, вообще бы заблудился навсегда. Так, ну туман, он это на полдня, а то и больше. Скорее всего, попрёмся мы с тобой ночью. Он может и на весь день быть от туман. Да знаю я. Знаю я. Знаю я, что он может быть на весь день. Так, надоело мне всё это. Все эти туманы, уходить отсюда надо. А я и так здесь уже сколько прожил. А сколько прожил? Ну тут же ещё, понимаешь, ты и в начале тут был. Ну 69 дней в общем и целом ты тут прожил. А можно так по журналу поглядеть, когда я сюда пришёл, да? Так, по журналу. 665 день, уже здесь. 650-й, загадочная. Так. Загадочная администрация. Оползень. Так, 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 так. 666-й. Ну вот, короче, на 665-й я сюда и пришёл, да? Ну 30-ку я здесь сижу. Да, по 30-ке вам, граждане, по 30-ке. Так, вроде всё закончилось. Вроде иссяк туман. Значит, пора. В путь дорогу. Ой, шурик, там опять какая-то хренобора. Заколебала меня эта хренобора. Ой, я ж хотел литр-то бросить. Литр раз. Ну пошли, короче, всё, надоело мне. Надоело мне всё, пошли. А туман. А туман. Ну а чё я могу поделать? А туман, да. А туман. Над станицаю туман. Это так курит. А туман. А казак с казачкой. Хонят с махун. Не та песня, правильно. А какая-то песня. Раз, два, три. Мандарины. Мандарины. Волку подарил я. А нет, волку ты подарил не мандарины, а мандюлины ты ему подарил. Ну хорошо. Мандюлины. Подарил я волку. Мандюлины. Так. Подарил, подарил. Куда он взялся? Ты как здесь оказался? Стреляли? Ех. Грибы рейши. Так, 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 так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Выходим. Тут у нас островной коттедж. В коттедж тебе надо? Да, надо мне в коттедж. Написано, что я должен в коттедж зайти, да? А зачем? Да откуда я знаю? Написано, что в коттедж должен зайти. Не сразу в ангар, а сначала в коттедж. Написано у него. Что за писатель Гудвин тебе это написал? Который был строят этим... Как его? Писатель Гудвин был Творцом строки со стажем? Творцом строки? К несчастью, все его друзья перепились! Не перепились, а перевелись. Ну, в принципе, знаешь, одно другому не мешает. Понимаешь, если мы начертим два логических круга, вот, в одном логическом круге, Сань, Сань, там логические написаны перепились, а в другом логическом круге написано перевелись. Так вот, поверь мне, эти круги могут быть параллельные, то есть полностью совпадать. Да? Могут частично пересекаться. Или полностью совпадать. Они не могут не пересекаться, если у нас перепились и перевелись. Ну, хотя могут. Ну, да, могут, кстати. Могут не пересекаться, но как бы могут и пересекаться, и могут полностью совпадать. Короче, они могут быть во всех взаимодействиях логических кругов. Не совпадают. Совпадают частично и совпадают полностью. да ну кто изучал логику он понимает что такое логические круги на вот ну смотри вот смотри вот давай поиграем в чипаёв вот смотри перепелись да убери ты лук там так а этот море от перевелись да но у нас не круги у нас этим куски мяса вот могут не совпадать перевелись перепелись могут а но я не могу его положить у меня нет мода на улучшное размещение могут короче вот так полностью совпадать могут частично но частично у меня тоже не получится понял вот а вот короче чего я хотел сказать в общем еще хотел сказать то и сказал перевелись перепелись это не имеет отношения к перепелиным яйцам это не те перепелись и сам ты перепелись новая новая значит такое не то что ругательство ну короче слышь ты перепелись сам ты перепелись я тень никакой не понимаешь ли перепелись так вообще надо лук брать в руки а то будет тебе перепелись я только недавно ходил на сталкере здесь ну кстати я вот там сейчас на сталкере страдаю больше здесь чем на незваном гости да да потому что у меня там кончились стрелы у меня там еще недостаточно теплая одежда спальник не улучшенный и я там прям на сталкере лишение испытываю а вот на незваном мне тут ну хотя тоже ты тут особо ты просто забыл как-то в предыдущих сериях тут по полный встревал ну да согласный тоже верно стревал я тут как положенным очень шибко сильно стревал вот шурик запомни когда ты в тумане выходишь и видишь вот это место это значит тебе надо вот так идти вдоль вдоль по петера sky по отверской имской и выйдешь и выйдешь к хижине да да и выйдешь к хижине вот так вот тут увидишь такие камни значит надо вот сюда подняться и прям будет сразу хижина и прям хобана сегодня в пол день гоп ля ля я оседлаю короля как говорится вот для сергея валерьевича могу сказать по-другому сегодня в полночь хоп ля ле о я оседлаю королеву пойдет так сергей валерьевич я просто знаю ты как это называется проказник хотел сказать старый но ты еще пока не старый ты молодой проказник тебе такие больше нравится словосочетанием так а нам надо поспать нам никакие сочетания не нужны точнее не на моему точнее ей это она у это не рэду и лучше тасс 3 на его лампе в на так 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 а чего еще проснусь хотя погоди может он ясной погода как же вы не видит же ясно 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 да я вижу как тут ясно и слушай какой-то дежавю я только что буквально час назад тут чалился чалился тут какой ждать спать а спать да спать ой надо было больше спать ладно мне здоровье все равно восстанавливать не надо здоровье найти не потребуется хорошее это почему же так есть у нас сомнение мил человек что ты стукачок наурилк картона и обмануть хотел как говорил горбатый ну или что то наподобие говорил или что то наподобие он говорил о смари там ясно слушай пошли как же вы и невиде это же ясно ясно не я вижу ясно ясно я пошел я пошел не пошел вижу вижу я пошел пошел нахрен 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 брошь все хозяйство и уеду в ангар я ничего мне сидеть в этом котет джи чем не здесь сидеть. Что я тут не видал? Кишки эти, пусть тут остаются. Что я тут не видал? Крольчатин это разрушенный? Пусть лежит. Пусть лежит неуклюже. Это разрушенный крольчатин. Пусть лежит. А тут что у нас? Баллоны, которые не исчезают. Не исчезай. Баллоны не исчезают в полдень. Так, дверь. Двер, дверь, дверь. И куда же пойдет наша Евлампевна теперь? Ну, сначала она в ангар пойдет. Ну, я понял. А уж потом она решит, куда идти. Вообще-то она хотела бы, конечно, пойти сразу в новую локацию, но новую локацию в начале декабря обещают. А сейчас у нас 13 ноября, так что до новой локации ей придется горе мыкать где-то в других местах. В каком состоянии мой лук? 81%. Кстати, у меня есть стрелы обожженные. Если что, для всяких курических паток и кролических кроликов. Сань, Сань, там кролические. Вот, стрелки, по которым я не мог недавно ни хрена найти и заблудился. Я прям только что здесь ходил только на сталкере. Вот то же самое. Вот к трупу подходил вот здесь. Это не стрим, это премьера. Здравствуйте. Здравствуйте, граждане зрители. Проходить, присаживайтесь. Поздравляю вас с завершением понедельника, трудового и тяжелого. Потому что, когда вы смотрите эту премьеру, наверное, уже вечер по московскому времени. Но я так думаю, ориентировочно. Вот, так что поздравляю. В понедельник вы отработали. Готовьтесь ко вторнику. А, вот. Ага-га-га. А, стебелек рогозы. Если вы вдруг еще не слышали, то дневники разработчиков вышли. Я их... Я их записал. Точнее, озвучил, что там будет. Что там будет в начале декабря нам нового выкатят разрабы. Если я не забуду, если я не забуду, то я в описании и в первый пост под стримом видео вставлю ссылку на этот дневник. Но я могу забыть. Так что, если я забыл, не кляните меня сильно. Шибко сильно, не кляните. Я иногда забываю. Мы забываем. Нас забывают. Рубрика «Папа не поет». Если поешь, то хотя бы закусывай. Как это часто не совпадает. Мы забываем. Нас забывают. Как это часто не совпадает. Как, отлично спел? Нет, ну, это, конечно, не сравнится с вот этим. Мандарины. Какой ужас. А мандарины, ведь ты не забыла. Мандарины. Ты же помнишь, как им закусила. Ну, раз такой забудешь, когда такое слышишь, потом можно не только мандарином закусить, можно чем угодно закусить. Это наша новая новогодняя песня. Под этот короткий рефрен мы будем с вами встречать 2024 год. Да? Будем хором петь, когда 12 пробьет. Вот. Прям по всей стране будет стоять вот эта вот не стройная, но организованная, уверенная, мужско-женско-детская, ну, и, может быть, даже бабушеско-дедушеское пение. Вот такое вот. Мандарины. Ты же помнишь, как все это было. Мандарины. Мандарины. Ведь ты не забыла. Так, два волка. Два волка шли домой, дорогой ночной. Вдруг Остридина, да с луком, вышла прямо-то на них. Один волочек подбежал, Остридину кусить хотел, но Остридина ему, наверное, сейчас попадет стрелою в глаз. Да. Так. А другой где? Он с барханом, что ли, скрылся? А вон его за зрачки, он зыркает. Че ты зенкаешь? Или зекаешь, как говорил Промокашка. Че ты зекаешь? Собака лоела на Острид-фраера. Ой, о-о-о-о-о. Зеленоглазый-то волчок. Оу-оу-о. Ну, кстати, я вчера на стриме по фермерской жизни про Казимира из Алкаша в Академике слушал две кавер-версии. Как же там группа называется? Я забыл. Че-то там... Бразивилл, по-моему, да? По-моему, Бразивилл. Вот. Там было кино. Белый снег, серый лед. Ну, или не Бразивилл, ну, как-то наподобие называется. И Зеленоглазый такси. Так вот, пока авторских прав вообще никаких не пришло. Знаешь, бывает иногда, когда я какой-нибудь кавер слушаю, приходит АП, типа это кавер-версия, и доход между вами и правообладателем разделяется, да? Вот такое. Даже такого не пришло. То есть, что, Бразивилл вообще не заявил никаких прав на это? Я очень удивлен. Офигеть. Да вроде достаточно громко было прослушано. Иногда бывает тихо, и не реагируют эти скрипты ютубовские. Но вроде было достаточно грубо. Ну, короче, громко. Пока от Бразивилла ничего не пришло. Не пришло ничего от Бразивилла. Я, честно говоря, удивлен. Так что мы теперь можем слушать Бразивилла. Зеленоглазые такси на английском языке. Да? Угу. Можем, можем. Даже прям сейчас могу вам вставить. Хотите, я вам включу? Хотите? А хотите! Они кричат. Да, хотим. Хотим. Только я сначала проверю. Точно авторских прав не было? Ха-ха-ха-ха. Ой, не то! Так, я тут немного не на ту кнопку нажал. Хотел сделать паузу, а вместо этого включил, понимаешь ли, КАМАЗ. Но ничего страшного. Так, поглядел я еще раз. Нет, за звезду пожири пришло. Как раз на распределение доходов за звезду по имени Солнце пожири пришло. Ну что ж, тогда давайте еще раз попробуем послушать на премьере. Это не стрим, это премьера. Я по вашему заказу не могу музыку включить. Давайте попробуем прослушать Бразивилл про такси. Давай, зеленоглазое такси. Кауэр-версия. Пока я иду, пусть какая-нибудь музыка нас... Да? Да. Пусть Ольга какая-нибудь музыка поиграет, а я буду подпевать. Я про-то слов. Так, погоди. Тут музыку надо местную выключить. Тогда надо музыку. Вот. И осталось... Усталость. Усталость снять, Сергей Валерьевич, они что-то там еще. И... А какие там слова? Что-то там и отнато вечер. Я слова-то не знаю. Мне... Может быть там такие слова, может и такие. дружу лечить? О-о-о-о, раз-два-три... Раз-два-три волка. У меня до пути зеленоглазый такси. О-о-о-о-о-о. Притормози, слышим? Притормози. Так, а какие там потом слова, там что-то Там и не спросят Где меня Паразита Ну, сид, раз, два, три Ха-ха-ха Ну что Кто хочет отведать Коммерсарского дела, понимаешь ли Всегда И Не понял И не спросят Где Волка носит Я что-то не понял И почему Так и не спросят Они тоже богучие, ты смотри Они богучие, они сейчас на санках ко мне поедут Меня Девять тебя носит, спрашиваю я Я в который раз спрашиваю Где тебя носит Она схватила его за руку И неоднократно спросила Где его носит Так, ладно, хватит Все, хватит Достаточно, да? Зелени достаточно Достаточно А, они разбежались Короче Не хотят они со мной Общаться Со срединой Кстати, да А то я увлекся Тут переохлаждение Наполовину уже Ни хрена себе Сказал я себе Так-то А что у меня там по дровам? А что у нас там по Увеличительным стеклам? Ага Шанс сто процентов Бегом вертолет! Бегом вертолет! Вертолет! Бегом! Солнце уже есть Можно разжигать Видишь, да? Уже можно разжигать А мы не спросят Какого хрена Меня тут По пустошам Ледяным носит Это была Была минутка Трэш Трэш Вокал Трэш Вокал Буфонады Под названием Папа Не пой А если пьешь То закусывай Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Трэш Вокал Буфонада Во как этот жанр Называется Наконец-то Наконец-то Его смог определить Трэш Вокал Буфонада Во Мне кажется Это очень емко Отражает Вообще В принципе Все происходящее Так Погоди Мясо-то хрен с ним Да блин А почему мясо В костре лежит Как это так Могу порезойти Что мясо Лежит Там где мне нужно Разжигать костер Шурик Как так А шампур Шампур Растер Откуда я знаю Откуда Я знаю Я понять не имею Почему так Что это за Трэш Вокал Буфонада Даже не знаю Существует ли Такой жанр Или что это Вообще Как это Обозвать Но я его Изобрел Даже если он Не существует Сергей Валерьевич Я его Только что Изобрел Все Это короче Авторские права Мне принадлежат На этот жанр Нет Вы его можете Использовать Разумеется Сколько вам Всем угодно Вообще Но Непосредственно Права На определение Жанра Да Жанра Принадлежат мне Зверкришку Мне Вот Так вот Я сказал Ну грусть Будет сидеть Я сказал А это Приготовленные Разрушенные Зеленоградское такси Притормози И отвези В Зеленоград А ты не боишься Замерзнуть И водилу потерять Боишься Конечно Но тот то не рискует Тот не теряет Водилу Я тебе так скажу Невнимательно Смотрел я То что мне Написали Про Понимаешь ли Авторские права Ну просто Там не пришло Красного Красного Нарушения Я это называю Красное нарушение Оно осталось Зеленым Вот Поэтому То есть Все композиции Сочли Которые я вчера Включал Каверами Ну да Правильно Там и были Каверы вчера Там только Каверы вчера были Они все были Каверами Они все Были Каверами Поэтому Меня Пощадили Так сказать С легганцами Ау 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 Зеленоглазое Такси Так Ну что Дядь Как ты тут Живешь Как ты тут Живешь Мой друг Как мы Живем Сегодня Как Как Кипяти Кипяту Кипятков Кипятите Так Одежда Сухая Энта Главная Энтони Не говори Хопкинск Пока Не перепрыгинск Чего Да Закипать Две минуты Так А что Тут Я могу Еще Интересненького Такого Себе Раздобыть Пойдем Ой Там Там Пока Метит Метит Снег Не снег И Короче Ладно И Не пойду Я никуда И Ничего Я такого Не говорил А Все Спад Лидзо Слушай А здоровья Все равно Немного Да Так Откуда Будет Много Я же Замерз Как хрен знает Кто Замерз Как хрен знает Кто А как Пищица Переносится А теперь Я могу Сейчас поспать Да Чтоб Тебя Разорвало Чтоб У тебя Повылазило Что ты С ним будешь Делать Не настолько Я устал И все Тут А Вот почему Они за меня Решают Настолько Я устал Не настолько Там мясо Что ли Лежит Под костром Да Ты гля Схоронилась И как Заберу Ко я котелок А то Вечно Я их забываю Эти котелки Котелок Свой Не варит В отказе Котелок В отказе Это не стрим Это премьера Всем здрасте Всем здрасте А я вот не помню У меня сколько там Мясо лежит Если ты не помнишь То кто ж другой Тогда может Вместо тебя Это помнить Ладно Коль ты не помнишь Коля ты Да да Открывай Так Открывай Алендор Ага Факл погас Тогда мы берем Лук Лучок 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 Луки лучана Так Лаки лучана Не луки лучана У меня будет Луки лучана Лося нету О О О Рогообразные Лоси О О О Мне перелом Не принеси О О О Ты Ускочи Лося Аж туда О О О Где будут рады Тебе всегда О Смотри Тимофеевка Еще не собрана у меня Тимофеевка И вон Тимофеевка 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 И вон Тимофеевка Слушай Так много Тимофеевки Здесь нефобранный А точно Я ее здесь не собирал Что-то Какая-то Лажа Опять Что-то Какая-то Лажа Я не знаю Очень холодно Да конечно Когда тут бывало Очень тепло Ну а куда мне отправиться Ну а как найти Мой дом Садись на железку И дуй до конца Как говорил Шарапов Куда-куда Ну в прибрежку Делать самый большой костер На месяц Да Да На месяц Костер на месяц Таскать угли Спешер Ну в прибрежке Чем проблема Чем проблема жить И непрочный лед Собирать Собирай непрочный лед Ну да Непрочный лед Ма собирать Ма И делать Готовить Костер на месяц Да Да Че хотел сказать Прибрежке Пещер нету Там с Клавдией Понимаешь ли Нашей Семенной Клаустрофобия Клаустрофобия Вот это итальянка Клаудиастрофобия Там негде Ее будет Излечать Изгонять Ну и мороз Ну и мороз Мороз ну и Так Где-то тут башня Должна быть Бабабабашня Я помню Там когда Заползаешь Ага Вот она Она Бабашня Управление Там че Тимофеевка Опять не собранный Слушай Александр Да хрень какая-то Она по-моему Заново опять появилась Да как это может быть Как она может Заново появиться Откуда я знаю А че я здесь Тимофеевка что ли Не собирал Да за что в КПЗ-то Ерунда какая-то Я не пойму Да неужели Я ее здесь не собирал Да ни в одной Гостинице мира Со мной не случалось Ничего более странного И нелепого Я не понимаю Как так-то Как так Сэр Генри Че Че у Фокса Не было денег Да собирал я ее Наверное Или не собирал Странно все это Ой странно Ой странно Встает охрана Если охрана Встает странно Значит у них вчера Был веселый вечерок Это точно Как говорил Федор Иванович Сухов Так ладно Хватит собирать Тимофеевку А то Цугундером попахивает дело Потом сюда придешь Пособираешь Да капец Ее тут так много Может я просто Ее не заметил Ну наверное не заметил Наверное Старик Державин Не заметил И Тимофеевку Не собрал Как я там придумал Это называется Трэш Вокал Буфонада Или трэш Аудио Буфонада Я уже забыл Трэш Трэш Вокал Буфонада Как я говорил Напишите мне в комментариях Потом Не в чате только Я забыл уже Как я говорил Я же запатентовал Я же запатентовал Я не помню как То есть ты не знаешь Что ты запатентовал Неа Точнее не помню Я знаю Но не помню уже Надо было записать Шурик В книжечку Да ооо Аджиш Нет Но это в любом случае Уже записано Да По моему Трэш вокал Буфонада Я сказал Вообще Какое аудио Правильно вокал Я же вроде Ну типа пою Оно же не само происходит Ну да Не само К сожалению Многие скажут К сожалению Не само Да К сожалению Не само А это что там Такое в воздухе висит Гля Что-то в воздухе висит Смотри Видишь Артефакт какой-то Появляется Вон видишь Смотри Вон видишь Какая-то хрень в воздухе О я прицеливаюсь Она исчезает Вон видишь Опять исчезает А что же такое Там в воздухе висит Да какая-то невидимка Я не знаю Что это такое А кто знает Да откуда я знаю О опять она появилась Опять исчезла Что-то Да и ладно Пошли греться Невидимку Он там какой-то увидел Не ну а чё Она там висит Понимаешь Ты какая-то Невидимка И пугает И пугает Меня И пугает Он их Погает Четово Они злой шутник Казарни Купит Дон Так А мясо Тут вообще нет Надеюсь Что оно внутри есть Но надеюсь Ну а хорошо Мне мне надо Мне надо Питаться Мне надо Хорошо Питаться Точнее тимофеевка я тут вам еще немного на принес 41 штуку так тыкань мясо сырое пирожок да я вижу пирожок хочу такой черный консервированная ветчина аж почернела аж почернела куртка дрова сектанта куртка дрова сектанта да я куртки дрова сектанта провода лосины кожура ну тут все забито смотрю тут забито все так а у меня тут что у меня смотри 60 и 50 50 на 50 так это не пойдет тогда эту 60 на 50 выкидываем так значит берем кожура у нас 90 вот мы их улучшаем они теперь станут обе 50 ну то есть в обе станут 89 а здесь станут обе 90 так я говорю у меня здесь шкур в принципе мне их таскать особо не надо мне хоть девать девать некуда так чем на светится у меня светит перехлаждение риск бессонница а с едой то проблемы ох надо собираться в дорогу дорогу собираться дорога дорога нам над собираться так смотри у тебя нож и топор нож и топор топор каличный здесь есть топор новый над пойти проверить я ни черта не помню то вот вечно ты ни черта не помнишь вашей ничего не помню так не помнит он тут помнит тут не помнит устроили тут ромашку вообще-то вроде как я вроде сделал вроде как я вроде сделал или сюда положил куда я положил ножички всякие там ножичков у нас хватит термобельё разрушилась и оперные термобельё разрушилась а шо что вы не чинил такая все равно отсюда уйду невозможно его тут чинить понимаешь ли на постоянной основе тут все разрушится сейчас это разрушилась это разрушилась это разрушилась только только свитер пока еще пока еще целый так карасина ламповая ламповость фонарь спелеолога мне пока чет нигде не попался и хрен его знает попадется или нет топор новый ножик новый так что тут у нас наконечники все дела так ну дать погасим так стрел у меня смотри 6 8 9 10 11 но стрел можно еще подделать ну чтобы стрел подделать нужно березу взять так верстак древко а я готовых стрел тут не делал а ты не обратил внимание там в ящике что было не не обратил внимание что там ящики было вся буду обращать я начну обращать внимание что там в ящики было не стрел тут нет да и тут я ничего не вижу тоже разрушилась шапка скоро разрушится тут уголок бы ушной так инструмент они стрел тут вроде нету вроде как ним а тогда сделаем да конечно сделаем так получил я сколько стрел девять целых три десятых 9 12 13 14 14 стрел этого в принципе более чем достаточно зелени более чем достаточно товарищ на васильсов куда мне больше стрел куда больше да куда больше ладно пошли на наверх так и наверх ну можно пойти еще на альян дуров поохотиться по утру можно можно пойти на лендеров утру поохотиться это не стрим это премьера понятно да так что к сожалению на ваши вопросы и ответы я ответить не смогу ты на вопрос и ответы не сможет я должна ответа не смогу ответить не говоря уж про вопросы вот жишь вопрос риск бессонницы прошла точнее бессонница нерезко то было бессонница это была болезнь это была болезнь бессонная бессонница она опять меня мучила мучила меня понимаешь ли сволочь такая мучила меня изо всех своих мученических сил. Так, ну сейчас здоровье-то не до конца осталось. Это что такое? Сияние было? Али что? Бульончик оставим. Бульончик. Бульончик-то бульончика тронется, а дядя Саша останется. Нет, наоборот. Дядя Саша тронется, бульон останется. Много тут? 2,52. Достаточно много. Так, достаточно много. Ну давай выйдем. Полюбопытствуем, что там интересно происходит. Да хрень какая-то происходит. Метель, похоже, начинается. Похоже, да? Температура здесь какая? Мерус 11. Так, ну да, я посижу чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Погляжу, что будет. Ну, ничего хорошего, да? Да, ничего хорошего. Так, все, выходим. Ну, если ничего хорошего, то давай немножко попереждем. Давай попереждем. Так, значит, говоришь, переждать, да? Ну и чем же нам во время этого переждать, заняться? Переждать, заняться. Переждать, заняться. О, шляпу, посмотри. Хотя рано. Рано шляпу чинить. Так, шляпу чинить рано, ты представляешь. Так, а что тут у нас такое? Высохло. Высохло. У нас есть олень и медведь. Так. Олень 95, медведь 48. Олень 95. Слушай, а это тоже олень 95. Прикинь. Ха-ха. Да. А, не лезет. Я тебя понял. Ха-ха. А медведь у нас 79. Так, понятно. Значит, с медведем делаем вот такой вот фокус-фокус. Берем этого медведя, этого сюда. Так, теперь этого сюда. Теперь два медведя по 79. Возвращаем. Так, это у меня уже медведь здесь 4 штуки набралось. Откуда столько много-то? Хм. Ты смотри, а. Фу, газ мне в глаз. Где ж ты столько набрал? Где? Где? Тама. Так, ну что, нужен нам солнца. Луч солнца. Золотого. Мне очень нужен. Как ты там говорил? Трэш, вокал Буфонада. Надо пересмотреть. Сам потом пересмотрю. Сам пересмотрю и запишу себе. Да. Вот у меня такое часто бывает. Я придумаю и потом забываю, что это. Надо Шурик сразу записывать. Сразу. Ведь же ж, когда записываешь сразу, совсем другое дело. Вот помню, придумал творческую студию PC KinRab. Творческая студия PC KinRab. Писатели и киноработников. Это называется творческая студия писателей и киноработников. А если сделать сложно сокращенное слово, то я предложил вариант PC KinRab. Пи. Пис. Писателей. Кин. Киноработников. Раб. PC KinRab. Все законно. Вообще. Писателей и киноработников. А вот. А вот эту синхро-буфонаду я уже забыл. Аудио. Трэш-аудио. Буфонада. Без синха. Трэш-вокал. Какой аудио. Так, 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 так. Ну давай хорошую погоду. Не, ну я могу, конечно, съесть. Да, можешь съесть. Можешь. А могу вообще потерять. А могу вообще, о, ужас, потерять дядя Жор и бонус сытости. Ты представляешь? Я могу на это пойти. Но ты, правда, не одобришь. Ты совершенно не одобришь. Скажешь, какого хрена? Сытость, голодному, не товарищность. Я согласен. Сытость, голодному, не товарищность. Да. А там пирог какой-то есть. Можно пирог жевнуть. Ну, можно и пирог жевнуть. А что за пирог? Испорченный пирог Брейерхауза. У-у-у-у, и сколько всего про него пишут. Ну-ка еще раз. У-у-у-у, и сколько всего про него пишут. Максимальное состояние. Выносливость падает. Усталость растет. Клаустрофобия растет. Все растет. Пирог разрушенный. Старая мельница крутится, вертится. Там вообще осталось всего лишь на один пирог. Слушайте, когда уже в игру добавят торговца, чтобы у него пироги, это муку можно было закупать. А? А лосиную шкуру не надо никуда класть. Так куда ее класть? Собаку такую. М-да. М-да, м-да. М-да, м-да, м-да. Так. Чем же мне заняться? Там же ведь... Там же ведь погода хреновая. А есть... А есть нечего. Бонус сытости, простите. Прощай. Со всех вокзалов поезда. И бонус сытости уходят. Прощай, прощай. Ну, бон... Этот какой? Бульон. Бульон куропаточный. Куропаточный бульон. Ты гля вообще капец. Ну ты гля. Я сейчас от... От ярости буду есть сырое мясо. И разрушенной хренью буду питаться. Так а что на нее глядеть, на эту хрень? А-а-а... Шо, оленина. Ну ты оленина. Нинка, оленинка с фраером гребет. Ладно, да, вот так попробуем. Тут метели, как в отратной долине. Такие же. Так же закалю... Так, а я здесь зарисовывал. Ну, судя по всему, да, зарисовывал. На место для зарисовки я залезал. Ну, наверное, да. Рубеж наблюдатель. Это одна. Слушай, а я вот там это... А, вот на это охотничья засидка есть. Тут я тоже к ней приходил. Ну, я просто забыл, что у нас существует. Теперь знаю. Ну, теперь знаю. Теперь я знаю. А зачем ты в спальнике? Ну, как в спальнике поуютнее. Ну, чё я на полубетонном-то валяться буду? А, ну, в принципе, да, я согласен. На полубетонном оно как-то не очень. Опять же, там всякие эти там... Болезни. Остридина и Евламбина может подхватить. Понимаешь? Совершенно ненужные ей. Ну и... Да всё то же самое вообще. Ноль. Такое ощущение, что погода не поменяется никогда. Зато тепло. Хорошо, тогда мы 2 часа тут поспим. Может быть там то сё, риск клаустрофобии уменьшится. Угу, уменьшился. Я вижу. Я вижу, как он уменьшился. Да, с погодой у нас какая-то жопа. Так, лошадь бы съел. Насчёт коней не знаю. Насчёт коней. А вот, пожалуй, пожалуй, пожалуй... Так, а тут есть чё выпить, если чё? Пожалуй, миска-то ты сейчас у меня сырого-то нажрёшься. А это что такое? Это труд. Нет, труд-то не нажрёшься. Мясо сырое. Поехали! Не отравилась. Ты представляешь? Остридина-то у нас фартовая. Фартовая Остридина! Не отравилась. Не отравилась. Я пьяна. Не дойду я до дома. Да я вижу, что не отравилась-то. Чё делать-то будем? Ну, мотать потихоньку время. Там, глядишь, до утра потянем. Разрушенного тухлого мяса съела и хоть бахны! Повезло. Вам, краснопёры, так сияние включилось. Сияние включилось. Ну чё, выйдем? Выйдем? Ну, выйдем. Выйдем. А зачем? Так, как говорится, почему бы и нет? Так, я здесь все эти нашёл. Фляги Карла. Карловые фляги все нашёл. А почему у меня, когда я на сталкере сегодня переключал, звуков никаких не было? А потому что ты переключал во время электрического тумана. Ну да. Я во время электрического тумана переключал. Верно. Усе правильно. Усе верно. А так, оленей не видать. Волков не видать. Никого не видать. А вот представляете, если бы во время сияния куропатки становились бы демоническими куропатками и клевали бы главного героя. Не убегали бы от него, а наоборот, кыдались бы на него. И от них надо было бы отстреливаться. А вот почему не ввести демонических куропаток? Сань, сань, там демонические. Это что, можно под ноги себе светить в тёмных помещениях? При помощи вот этой хрени во время северного сияния. Да обычно в помещениях почти всегда хоть немножко светло во время сияния. Там какие-нибудь лампочки моргают, ещё что-нибудь. Так, ну чё-то... Ну чё-то я вышел. Ни олени тут, ни волков. Не то всех постреляла наша Астридина. Вообще никого не вижу. Вообще никого. Никого не вижу. Так, вот одна из охотничьих засидочек. Чё готов могоз. Да не говори, дикой. Где гостевительно, чё готов могозок? Чё готов от могозок. Так, а может быть в пещеру сходить? Я медведя стрелял. Может там есть чего закусить? Ну пошли сходим. Тем более ты уже близок. Достаточно. Видишь, как я ловко ориентируюсь. Ага, капец. Ловчей не придумаешь. А если сейчас медведь зелёный к тебе привёз? Слышь ты, ловкач. Ха-ха-ха. Чё делать будешь? Разговаривать буду. Разговоры говорить буду. Это не стрим от премьера. Всем привет, кто пришёл. Здравствуйте. Поздравляю с тем, что вы пережили рабочий понедельник. Но расслабляться рано. Впереди ещё четыре дня. Но это я, конечно, шучу. Это я, конечно, шучу. О каких расслаблениях может идти речь? И пережитых понедельников, если у наших отважных бойцов на фронтах специальной военной операции нет никаких расслаблений. И ничего они не переживают. У них каждый день рискует своей жизнью. Выполняют поставленную задачу. Это мы тут, конечно, все на расслабонах. Благодаря тому, что они там не на расслабонах. Так что не забывайте про это. Не забывайте. Да? Ну, мои зрители в основном не забывают. А всякие свинки, всякие свинки Пеппы, которые забегают и начинают писать. Вот так вот начинают писать. Как говорится, пусть серуют. Свинки же, они на той свинке, чтобы серить. Они же больше ничего не умеют. Как говорится, свинка серить. В караван идёт. А братьям нашим удачи на фронте. Работайте, братья, мы с вами. Я вас категорически поддерживаю. И свинок мерзких, свинок мерзких. И сгоняю яко бесов со своего канала. И не позволяю им говорить ничего поругивающего. Поругивающего в ваш адрес. Вот так, вот так. Понял, да, свинья? Вот так. Утрись. Я в тебя плюну. Вот так вот. О! Утирайся. Это был плевок. Ядовитый плевок злого русского орка. В твой адрес я помогу себе позволить такое очень неказистое действие. Но в твой адрес, дорогая свинка, я себе позволю. Так, слушай, Александр. Ты тут отвлекся на дорогую свинку. Да, отвлекся. Мясо-то у меня есть? Свинка, дорогая. Да какой-то опять у нас сырой все, ёберный театр. Крачательно заплесневелая. Волчательно прогорклая сырая. Медвежатина приготовленная одна всего лишь. Испорченная медвежатина разрученная и испорченная разрушенная. Но это сырая. Нет, сырая мне не нужна. А можно костер развести от увеличительного стекла? Ага. От чего ты собрался? Ну, от этой. От какого? От сияния. Почему от сияния нельзя? О, кролик подсохший. Так, приготовленный. Главное, чтобы было написано приготовленный. Сырого не надо жрать. Не, не надо жрать сырого. Слушай, а как так я без воды оказался? Как это я так понимаю, что борец со свинями оказался без воды? А я не знаю. А я не знаю, как это я так свиноборец. О, я придумал себе название. Свиноборец. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Мы провожаем папу. Он свиноборец. Так. Так, 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 так. Еще свиньи, конечно, они любят мне вот такое задавать. Не дают, что вопрос, а бросать такую реплику. Они любят бросать такую реплику. Вот так вот. Ха-ха-ха-ха. А че ж ты не на фронте? Ха-ха-ха. Раз такой ха-ха-ха-ха. Идейный. Да я понимаешь, товарищ свинья. Хошь верь, хошь не верь. Я чуть ли не каждый день думаю, не зря ли я тут сижу, не отправился туда еще. Я серьезно говорю. И дело не в том, что я туда боюсь отправиться. Все понятно, на войне всем страшно. Вопрос не в этом. И, как говорится, семи смертям не бывать, а одной не миновать. Делать... Да и человек я уж взрослый, мне уж скоро почти 50 лет. Повидал я много чего на своем веку, как говорится, испытал тоже. Дело не в том, что я там что-то боюсь и не боюсь. Все мы боимся. Дело не в этом. А в том, что я думаю, что где от меня будет больше толку, дорогой, дорогой товарищ свинья. Я думаю, вот. Поскольку вот вы еще, сволочи-то, продолжаете приходить и хрюкать. Вот. Я все-таки думаю, что может быть от меня толку больше, если я буду заниматься тем, что я занимаюсь. Я, конечно, не уверен в том, что я сделал правильный выбор. РР хуманум эст, как говорится, человеку хочется есть. Нет, человек свойственно заблуждаться. Но, но. И опять же, есть люди, которых я поддерживаю в эту трудную минуту, которые меня смотрят и которым я помогаю пережить это трудное время. Я понимаю, что труднят всего, понятное дело, нашим бойцам на фронте. Но людям, которые тут на гражданке, женщинам, детям, пожилым и другим, им сложно. Сейчас слишком много грязи и слишком много лживой информации распространяется. Вот может, может быть, я надеюсь, что я позволяю им в этом море лживой информации не утонуть и пережить эти сложные времена. Им-то, их-то на фронт, женщин, детей и пожилых-то не отправишь. Есть люди, которые еще туда не могут пойти по ряду причин, там, состояние здоровья и прочее. Я надеюсь, что я помогаю им этот сложный момент переживать. Пережидать, переживать. Ну и опять же, поддержка нашим бойцам, она в любом случае нужна и важна. Это не пустой звук, она помогает, она, мы все вместе приближаем нашу победу. Вот. Только поэтому я здесь. А так, конечно, я туда собираюсь регулярно. Я туда регулярно собираюсь. Причем сейчас-то я делаю это в трезвом виде, а то как-то меня обвиняли, что я там в синем, в синем виде туда собирался. Нет. Я туда не только в пьяном виде собираюсь. Да не, не, далеко не. Ну я не настолько наивен. Наивен и глуп. Нет. В пьяном-то виде, понятное дело, мы все герои. Нет. В трезвом виде тоже собираюсь. Вот сейчас, когда был перерыв, когда меня долго не было, я собирался. Я вам честно признаюсь, собирался. Заходил на сайт госуслуги, читал, как отправиться добровольцем. Продумал, что надо сделать. Собирался. Но в этот раз опять решил остаться. Думаю, ладно, хрен с ним. Может быть, все-таки от меня здесь больше толку, чем там. Такие вот дела. Да, может, в конечном итоге все-таки уйду. Одолеют меня чертоги разума. Я отправлюсь. Наконец уж уж. Как говорится, разрублю этот узел, Гордеев. И решим опытным путем, где от меня больше толку. Вот такой ответ мой копченый тебе будет. Так, ладно, это все, конечно, хорошо, но давайте мы вернемся к нашим баранам игровым. Давайте вернемся к нашим игровым баранам. Это не стрим, это премьера. Я на твои реплики. Реплики не могу отреагировать в прямом эфире. Могу потом отреагировать, если надо. Если надо будет. Так, мясо-то у нас кончилось, а там утро. Ой, может быть там солнце. Иногда бывает солнце, вот его нету, но оно как бы есть. Ага. Луна. Луна такая большая. Показывает, что солнце уже почти выползло. Я ничего не понимаю. Б, Б, вас, я не понимаю. Болот, обед. Какой обед может быть на болоте? Какой, какой. Хороший. Нековидельцы. Так, а что я вообще делаю? Да ты вообще не знаешь, что ты делаешь. Да, я не знаю. Не уходить отсюда. Не уходить. Я вот хотел приготовить мясо, но мясо приготовить мне не светит. Почему? Да потому что. Потому что ноль. Ноль потому что. Потому что ноль. Ну, тогда, тогда. Ноль процентов, в смысле. У меня ноль градусов, а ноль процентов. Блин, мне сейчас еще все это монтировать. А потом, ну, а потом все. Так, ладно. Сейчас. Ну, скоро придется закругляться. Скоро придется закругляться, а то я сегодня на работу попаду часа в три. А это нам не улыбается. Сейчас 12-30 в местное время. В местное время 12-30. Нам это не улыбается. Хотя, в три часа тоже нормально. Сошью спинку, тогда не буду оббивать подлокотники. Тогда сошью. Как раз. А тогда завтра обобью все. Ну, плюс панель. панель там не шить ни хрена. там только... А, нет, мне шить. Она же у меня будет составная. А, мне же там не хватило чуть-чуть материала. А-а-а-а. Да это я тут о своем, о девичьем тракторах. Так, еда откончилась, Шурик. Ну, может, спичку потрачу? Спичку? Разбить пол-литра в дребезги? Ну... 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 Да не запряг. Да я понял. Ой, холодно. А-а-а... Мне просто надо видеть улицу. Мне глаза твои надо видеть. Да, ну ладно. Ну, потрачу спичку, что делать? Потрачу, потрачу. Ну, трать уже. М-м-м-м-м-м-м-м-м. Эх, Остридина-то Остридина, а? Ну, пошли еще поспим, я не знаю, час, что ли. Пошли, что ли, час поспим. Поспал? Вставай. Кстати, да, заметили, как на сталкере это какого. А, все, капец. Как на сталкере заколебывает бессонница. На незваном она так не заколебывает. Так, ну что ж, надо расстаться с пичкой или расстаться с бонусом сытости. Дядя Жоры, так а что с бонусом сытости? Ну, куда ты сейчас в такую погоду пойдешь? Прямо пойду. Ну, а куда ты придешь? К ангару. А что там в ангаре? В ангаре там? В ангаре, в ангаре, в ангаре. А что у нас в ангаре? Мясо сырое. Ладно, зажигай, короче, тратите свою спичку. Что-то ты, что-то бережешь. Ну, ладно. Это я от ужаса. Какой ужас. Спичка сгорела. Сгорела совершенно спичка. Так, давайте придумайте мне в комментариях, только не в чате, а потом, когда вы под видео. Куда мне отправляться дальше? Надоело мне тут. Я тут уже наисследовался по полной этот туман, понимаешь ли, прекрасный. Он меня заколебал, понимаешь ли. Куда мне теперь идти? В какую, в какую, как говорится, месту мне идти? А, что, воды нету. Воду давай топить. Топим воду, жарим мясо. Хорошо. Вот она вода. Вот те ножик. Вот те спички. Я на работу. Хорошо, что тут мяса еще много. Не зря, как говорится, спичку потратил. А у меня там Редрик Редуилыч Шухердов болеет паразитами, понимаешь ли, паразит паразитами заболел, а? Вот же ж паразит паразитами заболел. Уголь будешь класть? А что его класть? Не буду. У меня пятый уровень кострогорения. У меня тут еще долго будет гореть. Да. Я тут успею себе... Ой, бессонница у меня. А вот сейчас бы можно было, наверное. А мы сейчас проверим. Чисто теоретически интересно. Не, ни хрена. Ладно. Значит, я, наверное, правильный выбор сделал. Ну, не знаю, правильный и неправильный. Кто же его знает? Как говорил черный Абдулла, кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого его не окажется в нужное время. Да. Выбор. И шо водички? Хм-хм. Так, ну, если что, у меня еще уголек имеется. Тогда я уголек буду сжечь. Наверное, ему придется сейчас сжечь. Один, да? Ну, да, один. Один уголек. Один уголек. Чуть факел не взял. Чуть факел по случайности. еще воды и потом хватит, наверное. И потом уже будем мясо готовить. Так, мясо говоришь. Ну, да. Что там воды? 9 литров. хватит 9 литров. Куда мне? Вот, и гля, у меня эти сравнялись. Не, 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 фраерок полный. да. Не, 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 фраерок полный. Сейчас 55. Ну, в котелке, конечно, шо на шо, это, шо, шо, шоустрее, конечно, готовиться-то. Понятное дело. На то он и котелок. Чтоб шустрее готовить. Так. Ты, блин, всю эту воду пытаюсь. Так, значит, смотри. Теперь у нас погнало волчатинам. Погнало. А теперь волчатина. Я сказал волчатина. Да вот тебе волчатина. Так, волчатину я успел приготовить, да? И даже успел съесть. 26 минут. Эта у нас уже пригорать собралась. Тогда сюда кладем волчатину 39 минут. Но может даже она успеет. Сейчас я пока неохота расставаться с углем. Жалко. Ма угли, жалко угля. 11 минут, 12 минут. О, видишь, все нормально. Все нормально. Так, ну вроде я тут все переготовил. Ну, куропатку смысла нет. Мараться. Марать руки о куропатку. Куропаточным рукомаранием заниматься не вижу смысла. Одежда не намокла? Не намокла. Хорошо. Так, ну, собственно говоря, здесь ничего такого интересного не было. Я походил, только спичку потратил. Только спичку зря потратил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, в ангар придем, да хоррены сегодня. Давай. Давай. В ангар. Иди, в ангар. Ты-ты-ты-ты. Ага, ты-ты. Как там я это сказал? Трэш. Вокал. Буфонада. И наш любимый к нам приехал, к нам приехал электрический туман. Дорогой. А нет, нельзя сюда положить. Нет, ты гляди так, чтобы было видно, что там происходит. Хотя бы, хотя бы примерно там, когда ясно оно прям... Как же вы не видите? Ведь это ясно, ясно, ясно. Ну что-то... Что-то... Что-то. Так, у меня там мяса нету. Приготовленного. Так что ты отсюда мясо тяни. Тяни. Ты все равно без мяса не вытянешь. Тяни. Тяну, тяну. Тогда, Шурик, нам придется сделать вот так. Чпоньк. Опа-на. Так. Волка будешь брать? Не-е-е-е-е. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. нахте остановимся остановись нахте сейчас выхожу и тут хобана медведь такой и так он мне говорит привет сегодня дольше скверна мы не увиделись ноуэр на столе слушай а где же здесь это засидка охотничья стоит другая 2 где-то в районе смолюта она находится да так спальник со мной что мне снег что мне снова и когда спальник есть со мной ах ежели спальник есть со мной проба баба баба мне не там не те песни это все не те песни а какие песни тем мандарины приобрел я вчера мандарины мандарины ты же помнишь как им закусили да это же лучшим не но не смысле исполнения в смысле посыл посыл или позыв возможно после этого посыл у кого-то случится позыв это не стрим это премьера но вообще можно начать как принято бродячим уличным музыкантом в их кофры распахнутые кидать там какую-то мелочь вы мне тоже можете мелочи накидать не скупись позвать и ручку бродящему музыканту там можешь задонатить немного если есть желание а я потом на стриме по чужим от благодарю а я благодарю так сказать за ну за исполнением на стриме на 1 то есть на примере не отображаться никакие ваши донаты но после я могу сделать повтор у меня есть кнопка я могу сделать повтор на стриме да я могу сделать повтор и они отображаться уже нас тремя на примере не не отображаться не отображаться нет бразятся так 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 опять волков куча глянь их стреляю они опять ходят я их стреляю они опять ходят я стреляю они ходят я стреляю они ходят а не знаю. Вот я честно не понимаю. А я не понимаю. Так, у меня есть это с собой? Ага, есть. Слушай, давай нарисуем, я не пойму, где я и нахожусь. Крестик давай выбрать. Так, чпоньк. Ага, это я. Вот засидка охотничья. А вот последний заход. Ага, последний заход. Так, погоди, погоди, погоди. Так, это, 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 а где я только что был? Да вот, по-моему. Так, последний заход. А самолет где? Какой самолет? Какой? Вот он, самолет. Или вот этот я нарисовал. А, нет, вот этот я нарисовал. Да, вот этот нарисовал. Ага, самолет. Это прям напротив самолет получается. А где самолет? А самолет, а где? А что ж такое, а? Берримор! Какого хрена происходит? Чего здесь Тимофеевки так много, а? Кто может на этот вопрос мне ответить? Кто в состоянии ответить на этот вопрос? Почему так много Тимо... 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 Тимофеевки? Так, вот он самолеты. Значит, охотничья засидка где-то примерно на... нас против, да, самолета. Ну, где-то в этих районах надо ее искать. Она либо вон там где-то находится, либо вот тут где-то находится. Может, она здесь просто еще не отпечаталась? Нет, слишком близко. Не-е-е, она как артистка одевается. Я ей под идеальники прострачиваю. Так, ладно, хорошо, прострачивай дальше. Так, ну что, все-таки прет с этого паразита отстрелить? Не, он заднюю включил. Он говорит... О, а вот у этого волка я... А, вон засидку вижу. А вот у этого волка я нашел стрелы на сталкере сегодня, да? По-моему, да. По-моему, да. Да. Это он. Тут две поломанные стрелы на сталкере лежало. Она не званым гостей. Здесь лежит шиш поломанный. Так, погоди. Ты засидку увидал или ты увидал не засидку? Что-то я не понял, что я увидал. А, что-то не понял, что я увидал. Не, мне, по-моему, померещилось, да? Ага, померещилось. Понятно. Да где она, блинский ежик, есть? Вот здесь она, что ли, стоит? А, вот она, прорисовалась. Я был у нее или не был? Я на меня просто зарисовалась, а я у нее и не был. Потому что, видишь, она издалека не видна. Она не видна издалека. Я когда хожу, я ее не вижу. И вследствие, в связи с тем, в связи с тем, в следствии... Ага, я потихоньку уже опять обмораживаюсь. Еще бессонница какая-то. Еще какая-то бессовестница. Ладно, мы сейчас на нее зайдем. Узнаем, что там есть. Так, так же, как на Сталкере, около нее костер сгоревший присутствует. Ну, судя по всему, я здесь уже был. Ну, наверное. Так, где там у нас эти, как его, башни-то управление-управление? Внимание, внимание! Вызываем башню-управление. Что-то я ее вообще не вижу, даже близко пока в упор. Где она там нарисована-то? Башня! Ты меня слышишь? Не слышит. Вон, Волк, куда-то убежал. Вызгоняйте камень. Ну, вообще, она, по идее, где-то прямо по курсу. Так вот, я подозреваю. Или не прямо по курсу. И она левее. Она левее, по-моему. Видишь, чуть-чуть нетипичного освещения. Ага, и ты уже теряешься. Да, я уже теряюсь. Вот, но она вообще вот тут башня-то. Должна быть. Что-то я не пойму, где башня. Куда башня? Она схватила его за руку. Неоднократно спросила, куда он девал башню? Я не узнаю, куда он девал башню. А, это самолет упавший. Не будет тут никакой башни. Башня, значит, с этой стороны. Думаешь? Ну, да. Так, вон это, воспоминания этого, как его. О былом инспекторе. Вон, смотри, вот видишь, воспоминания о былом инспекторе. Вижу. Тут последний заход. Все, сориентировался. Башню просто не видно в этом освещении. Она как-то неясно маячит. Воспоминания о былом инспекторе. Вот она, она башня. Му-у-у-у, да башня. Ух ты, башня. Так, шесть перехлаждения приближается дальше. Точнее, приближается, а двигается дальше. Так, взлетно-посадочная полоса. Вагон начальника, понимаешь ли, багажной службы. Начальника багажника. Там еще Тимофеев, видит, не собранный осталось. Да, осталось. Ну, мне пока хватит. Мне достаточно. Хотя, примерно по тому же месту иду, как в прошлый раз. Но Тимофеев почему-то сейчас не увидел. Это очень подозрительно. Я не понимаю вообще. Сколько я тут уже ее насобирал? Че, я в прошлый раз... Че, у Фокса не было денег? Я в прошлый раз не собрал, что ли, ничего. Это ерунда какая-то. Кто мне поверит, как говорил, сжигул. Куда ушел ваш китайчонок ли? Кто вам теперь ц... Не, погоди. Не, там не так. Там кто вам теперь целует пальцы. Куда ушел вас китайчонок ли? Быть может, вы любили португальца. Не, не, не. Как с какой там начинается-то? Или так и есть, куда ушел ваш китайчонок ли? Кто вам теперь целует пальцы? Вертинский. Вертинский пел эту песню. Кто вам целует пальцы? Именно так и пел. Целует. Так, ладно. Хрен с ним там с пальцами. И кто их там целует. Пусть кто хочет, тот и целует. А я вот себе приволок мясца. Будет чем закусить. На досуге. Так, ну, ждешь, жду, жду предложений, куда отправить нашу Остридину и Евлампевну. Далее колесить по Большому Медведю. Так-то она уже везде вроде как побывала-то, да? У нее-то... Или у нее есть места, где она не была? Не, налей у нее нету. В Черном Камне она была мало. Где она меньше всего была? Ну, на перевале странствия, ну, там делать нехрена. Так, Черный Камень 21, Железная Дорога 27. Точка запустения 10. На Загадочном Озере 149. Неплохо. Вот, значит, точку запустения надо пиндюрить. Там еще пожить. Но я хотел в прибрежку пойти. Я хотел в прибрежечку пойти. Там. Конечно, я в Загадочном Озере так долго был, потому что я там самый долгий костер сначала готовил, а потом я там самый долгий костер производил. Вот поэтому и так долго. Ну, если я в точке запустения, то есть в прибрежном шоссе буду готовить самый долгий костер, я там тоже буду тусить весьма и весьма продолжительное время. Так, ну что ж, господа, по московскому времени... Господа хорошие! Какие предложения будут, господа хорошие? По московскому времени 12.50. Сейчас, когда я это заснимал, у вас-то сейчас, конечно, уже по московскому времени намного-много больше. Соб, так я думаю, на 5-6-7. Поболее будет. Я закругляться буду. Жду ваших сообщений не в чате, а под видео. Куда отправить гастридину? Гастридину Еву Ламбиевну! Потом. И что я еще забыл себе здесь сделать? Напомните мне, если я вдруг что-то позабыл. Я, конечно, мог и что-то позабыть. Это я умею. Это мы моем. Так, ну что, давай, зайдем-выйедем. Перезайдем, так сказать, в помешение. Сохраним себе. Прогресс. Прогрессорство это. Так, а что там у тебя-то, говоришь? 690. Все, 700 дней! Ха-ха! Почти 700 дней! Почти 700 дней на незваном госте. Ну что ж, 700, так 700. Осталось еще три соточки. Будет одна тыша. Ну ничего, ничего. Тышу мы скоро добьем. Мы тышу скоро добьем. Скоро, скоро мы ее добьем. Так, слушай, а вот за ангаром я там ходил. Был ли я там в местах за ангаром? А я не помню. Ладно. Это не стрим, это премьера. И она закончилась уже практически. Я с вами прошаюсь. Благодарю вас за внимание, друзья мои. Приходите завтра, послезавтра. Будем еще что-нибудь посмотреть. Проведению припоручаю вас, дети мои. Заклинаю, стеряюсь выходить на болот в ночное время. Когда силы сломавлава стоят безразделенно. Спасибо, кончено.